Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Мгновение. Брестские москвичи отмечают юбилей района. Прямо сейчас обо всех событиях. Брест приближается к миллениуму. Дате, важной во всех отношениях. Отпраздновать тысячелетний юбилей. Такая честь выпадает немногим. К своему дню, а точнее году, областной центр готовится тщательно. На текущей неделе ход этой самой подготовки оказался в центре повышенного внимания. В Бресте состоялась встреча руководителей предприятий, организаций и ведомств. Говорили о том, что уже сделано, а также, что еще стоит в списке предпраздничных задач. Побывала на мероприятии съемочная группа БУК-ТВ. Обычно подобные мероприятия проходят в декабре. На них подводят итоги 12 месяцев и ставят задачи на будущее. Но 2018 год особый. Это период интенсивной подготовки к юбилею. Такие встречи – возможность обсудить ход процесса, проблемные моменты и задачи на будущее. Очень важно все-таки вовлечь все субъекты хозяйствами, все общественные силы, финансовые силы в единый процесс подготовки города к тысячелетию. Поэтому цель хозяйственного актива вот такая – вовлечь. Поэтому я хочу кратенько доложить активу города в текущий момент, показать, где у нас есть проблемы, где необходимо обязательно участие территориальных общественных формирований, где необходимо участие каждого жителя, чтобы выйти в 2019 году уже на, по сути дела, косметические такие моменты, чтобы уже в последний месяц ничего не делать. Сегодня можно говорить смело. Брест к миллениуму готовится основательно и в установленные сроки. Процесс подготовки к тысячелетию идет полным ходом. Существующая нормативно-правовая база, которая замернулась на основе, прежде всего документов, главы нашего государства – это протокол поручения ЕДИТ 2010 года, два указа президента по западному ходу, собственно, концептуальное распоряжение по подготовке к тысячелетию 2016 года позволяет нам уверенно говорить о том, что все наши планы и все наши заложенные проекты находятся в практической стадии реализации даже с обережением графика. Что очень важно, я хочу доложить активу города, что в настоящий момент обеспечено финансирование практически по всем объектам тысячелетия. В настоящее время, наверное, нет микрорайона, где не шла бы работа от косметического ремонта до строительства. Согласно плану, в городе усовершенствуют или создадут с нуля, без малого – три десятка объектов. В 2018-м введут в эксплуатацию 12 в списке учреждений образования и здравоохранения, футбольный манеж и также транспортные артерии. В числе последних – Ковринский путепровод, первая очередь реконструкции. Масштаб работ прекрасно виден с воздуха и действительно впечатляет. Совсем скоро это место будет не узнать. В 2019-м объектов также введут в 12. Особняком среди них – в силу влияния на облик города и его динамику стоит западный обход. Мы планируем его ввод в стройку с участием высших гражданских лиц. Объект, который, повторюсь, изменит во многом из-за нашего города. Международные делегации в 2019-м планируют принимать в новом здании театра «Кукол». Не останавливается работа с участием зарубежных партнеров и на честных сооружениях. Постепенно проблема неприятного запаха уходит в прошлое. Прибывать на праздник гости города смогут на новый автовокзал. Мы рассматриваем этот объект в комплексе с улицей Арджиникидзе. Почему мы отдали подряд полицию желудструю и на улицу Арджиникидзе. И то, что сейчас вы видите, все работы по улице Арджиникидзе, они синхронизированы с этим новым объектом. И мы планируем, чтобы это было одномоментно. Одномоментно ввод в эксплуатацию и улицы, и вокзала, чтобы было очень удобно. На автобусе выехать сразу же на монолитное кольцо, на западный обход и уехать, не проезжая через город. Перечислить все объекты, которые проходят подготовку, в рамках сюжета нереально. Но горожане наверняка видят и сами, как сильно меняется Брест. Приобретают лоск улицы, становятся комфортнее дороги, удобнее зоны отдыха и парки. Появляются новые и модернизируются старые здания. Именинник готовится к празднику. Ведется работа и по торжественной концертной развлекательной части. Мероприятия будут на протяжении всего 2019 года, но центром станет сентябрь месяц и набережная реки Муховец. К слову, творческих людей приглашают не оставаться в стороне. Город Брест сейчас звучит в различных форматах, начиная от футбольной темы и другими моментами. Тема тысячелетия тоже достаточно широко уже освещается. Чего не хватает? Не хватает все-таки больше общественных инициатив с места, снизу. Потому что очень часто это все в формате какого-то комментария в интернете. Вот я хочу, а вы делаете. Понимаете? Я очень хочу, чтобы люди подвинулись сами на самоорганизацию. И проявление инициативы необходимо не только в части торжеств. Конечно, многие предприятия, представители которых были в зале, уже включены в подготовку к тысячелетию. Мэр Бреста поблагодарил за активность, но призвал темпов не сбавлять. Приложение сил можно найти в реконструкции фонтана на Советской или стадиона на территории 38-й бригады. Можно включиться в процесс возврата Брестской Библии. Можно и даже нужно предлагать и главное помогать реализовать иные идеи. Время есть. Брест заслуживает встретить праздник во всей красе. Но для этого включиться в работу важно всем жителям города с тысячелетней историей. Анастасия Стропкоя, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. В продолжение темы встреч рабочих коллективов с руководителями республиканских предприятий. Это часть информационно-пропагандистской работы, которая инициирована президентом Белоруссии. Польза колоссальная. Чиновники разного ранга посещают организации и знакомятся с работой на местах. Свежий взгляд необходим всем компаниям. Малым, средним и крупным. Накануне рабочую встречу с трудовым коллективом машиностроительного предприятия «Компа» провел руководитель телеканала ОНТ Марат Марков. В ходе рабочей поездки он пообщался с коллективом, познакомился с историей предприятия, спецификой работы и организацией производства. Сердце машиностроительного предприятия «Компа» – производственный цех. Познакомиться с тем, как трудятся. В одном из ведущих и стабильных в Бресте предприятий прибыл председатель правления телеканала ОНТ Марат Марков. Указать на проблемы, помочь решить различные вопросы охраны и безопасности труда, заработной платы, организации производства – задачи информационно-пропагандистской группы. Такие встречи помогают быстро понять, насколько качественно выстроена система стимулирования и контроля на предприятии. За свои 49 лет я впервые вижу такую организацию производства. И вопрос ведь, наверное, в том, что всегда не хватает энтузиастов, которые могли бы и хотели реализовать вот такие принципы построения. Нам всегда кажется, что управление – это ерунда, и это не наука. Как оказывается, для того, чтобы организовать производство успешное, надо уметь управлять. Новый подход к организации производства – фишка генерального директора предприятия «Компа» Михаила Белоусова. Он много ездил, учился, сравнивал и выбирал. Выбирал лучшее и приемлемое. Успех во многом стал возможен благодаря системе работы. В компании важны не только финансовые результаты, но и вовлеченность каждого работника в ее деятельность. Важен порядок на всех этапах. «Компа» – это единый слаженный механизм, каждое движение которого точно и доведено, в буквальном смысле, до автоматизма. То, что здесь реализовано, в принципе, можно организовывать курсы для управленцев, для того, чтобы показывать, как надо выстраивать систему производства. Систему стимулирования, систему контроля, систему, скажем так, учитывающую рабочее время и позволяющую его не тратить впустую. Что, в свою очередь, конечно же, влияет и на производство, на рентабельность и на стоимость продукции, конечно. Продукция с маркой «Компа» известна на всех континентах. Предприятие работает на рынке мясоперерабатывающей промышленности 26 лет. Выпускает высокопроизводительное оборудование, на котором впоследствии работают мясокомбинаты и мясоперерабатывающие производства Беларуси и зарубежья. Сегодня востребованность продукции под брендом «Компа» велика. Как говорят, спрос опережает предложение. Мы видим у себя большой запас, большой ресурс в компании, который позволит на самом деле при правильном его использовании производить больше, чем на сегодняшний день мы это делаем. И на сегодняшний день ситуация складывается таким образом, что узким звеном, узким моментом у нас является не рынок, а производство. То есть востребованность в нашей продукции гораздо выше наших возможностей. Поэтому мы сейчас и работаем над повышением эффективности своего производства. Малый и средний бизнес – это то, на чем основывается экономика многих государств. Уровень его влияния на воловой внутренний продукт Беларуси достаточно высок. Отсюда и цель рабочей поездки – познакомиться с организацией производства, частной формой собственности. И, кажется, знакомство оказалось более чем успешным. Вы смотрите новости недели на Бук ТВ. Продолжаем выпуск. Брестский научно-технологический парк на текущей неделе в центре внимания СМИ оказывался не один раз. На его базе состоялись важные мероприятия – оригинальный финал конкурса предпринимательских идей, а также семинар по государственно-частному партнерству. Также в сюжете речь пойдет о внешнем международном векторе развития. В мае делегация области посетила Китай. В числе тех, кто налаживал диалог с партнерами из Поднебесной, был и директор технопарка Дмитрий Макарук. С нашим корреспондентом Анастасия Стропко Дмитрий Георгиевич поделился впечатлениями от поездки и рассказал о ее результатах в эксклюзивном интервью. На неделе в технопарке проверку на актуальность, реализуемость и современность проходила очередная порция стартапов. Здесь состоялся региональный финал конкурса предпринимательских идей. Мероприятие проводится не в первый раз. Как отмечают организаторы, со временем меняется структура проектов участников. Их отличает более продуманный подход и разнообразие тем. Если раньше превалировала IT-сфера, то сегодня разговор идет и о других направлениях. Проект я представляю «Я расту со спортом». Проект направлен на социализацию через единоборство трудных подростков, состоящих в инспекциях по делам несовершеннолетних, на учетах детей-сиро-детей, оставшихся без попещения родителей. Есть уже шаги реализации. На данный момент мы уже открыли зал в городе Бресте. Сейчас мы подготавливаем современную площадку аналогов, которой в Республике Беларусь нет. Открытие планируем в этом году на 1 сентября. В рамках этого проекта мы планируем открытие, ищем средства на открытие зала единоборств именно в Брестском регионе. Мы смотрим, в первую очередь, на реализуемость проекта, на то, что это должна быть не мечта, которую хочу, это должен быть проект, который действительно можно сделать, его действительно можно провести в жизнь, и поскольку мы все-таки бизнес-школа, он может превратиться в бизнес. Еще одно мероприятие – семинар по вопросам государственно-частного партнерства. Этот вид взаимодействия в Беларуси пока только зарождается, но эксперты просят ему серьезное будущее. Как показывает опыт европейских стран, данная форма работы может быть очень эффективной. Это достаточно распространенный метод эффективного использования частной, не только финансов, но и опыта частного бизнеса для улучшения жизни людей, развития в том числе городской инфраструктуры. В частности, мы будем сегодня говорить о различных случаях, в том числе о развитии умных городов, концепции умных городов, о возможности применения опыта частного бизнеса, частного финансирования, а также в здравоохранении. Я думаю, что это очень актуально для Беларуси, и может быть такой опыт, в частности, на основе Барселоны, Амстердама, также африканских стран, где уже эти проекты реализованы. Цель встречи – рассказать о государственно-частном партнерстве больше, и, что важно, как можно проще. Сегодня в стране происходит отладка механизма такого взаимодействия частных предприятий и государства. Диалог, обмен мнениями и обратная связь очень важны. Семинар нацелен на то, чтобы создать понимание у широкого круга аудитории, особенно на региональном уровне, в понимании механизма государственно-частного партнерства, законодательного регулирования, и показать, с учетом экспертов приглашенных, что этот механизм действительно работает, он решает проблемы регионов, создает наилучшие условия для людей. И мы можем найти способы применить частные инвестиции в решение задач, которые традиционно стоят перед государством. Это создание хорошей современной инфраструктуры – медицинской, здравоохранения, дороги, водоснабжения, очень широкий спектр, сфер, где потенциально частный партнер может зайти. Третий информационный повод технопарка связан с Поднебесной. В мае белорусская делегация в числе участников и руководитель парка Дмитрий Макарук побывала в провинции Хубей. О перспективах белорусско-китайского сотрудничества Дмитрий Георгиевич рассказал нашей съемочной группе. Провинция Хубей – столица город Ухань – это восточная часть центрального Китая. Население – порядка 60 миллионов человек. На регион специализируется на высокотехнологичных производствах, что, безусловно, интересно для обрезкого дома, где живут инновации. В город над Бугомщиной делегации вернулись с предварительными договоренностями. Важно развить их в реальные проекты. Задача была навязать контакты, понять, что интересно в Китае, что мы можем им предложить и чем мы можем быть интересны здесь. Там, где мы были, то есть вот то, что интересно технопарку, это зона высоких технологий, называется Оптикурей, оптическая долина. Почему такое название? Потому что они изначально специализировались на оптике, на фотонике, на лазерных технологиях. То есть это вопросы коммуникации, IT. То есть это, в принципе, то, что интересно и нам. И на самом деле им интересно, не то, что попасть в Беларусь, им интересно сотрудничать с Беларусью по этим направлениям, потому что мы находимся на стыке транспортных артерий, на границе двух очень крупных союзов, это европейского и евразийского, где мы можем быть полезными им, они, соответственно, полезны нам. Сказать, что китайский рынок емкий, значит не сказать ничего. Однако не стоит ждать, что представители Поднебесной будут искать партнерство сами. Проявлять активность важно тем, кто хочет попасть на китайскую территорию. У предприятий региона есть опыт успешного сотрудничества, но до максимального использования потенциала еще далеко. Белорусская продукция к месту на китайском обеденном столе. Есть интересы в сфере логистики, но чтобы планы и перспективы обретали реальные черты, белорусским компаниям необходимо прикладывать усилия. Реалог есть, но мы должны понимать, что китайский рынок высококонкурентный. И что кроме нас в очередь для партнерства, для инвестиций китайских, выстраиваются и наши соседи, и наши партнеры по Евразийскому союзу. То есть нельзя говорить, что мы там лучше или хуже. Нужно работать для того, чтобы привлечь этого инвестора сюда, чтобы это было выгодно и нам, и ему. Но если мы не будем над этим работать, там найдутся желающие из Казахстана, из России. То есть там очень многое. Причем и сам Китай, это очень высокая конкурентность всегда. Делить, допустим, этот рынок с казахами, с россиянами особого смысла нет. Он большой. Туда нужно просто входить и работать. А не просто ждать, что вот они придут, скажут, мы ждем ваше молоко или еще что-то. Нет, это не получится. То есть там нужно туда ехать, нужно с ними общаться. Если мы не будем с ними общаться, значит, кто-то это сделает вместо нас. Анастасия Стропко, Андрей Ищерба, Григорий Пекарский, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Свой 40-летний день рождения сегодня отмечает крупнейший район города – Московский. За свою относительно небольшую историю территориальная единица стала важным структурным элементом города. Здесь сегодня проживает большое количество брещан – порядка 240 тысяч. Здесь расположены центральные объекты социальной инфраструктуры. Здесь активно развивается экономический вектор. Функционируют ведущие предприятия Бреста области и в целом республики. Осваиваются новые промышленные зоны. Торжественные мероприятия по случаю 40-летия Московского района стартовали накануне во Дворце культуры профсоюзов. Здесь состоялось награждение лидеров – тех, кто вносит особый вклад в развитие района. Наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Плотницкая побывала на празднике и узнала, за что брестские москвичи любят свой район. Мой адрес – Московский район. Сегодня с уверенностью об этом могут сказать более 200 тысяч брещан. Современных жителей – одно из крупнейших территориальных единиц в области. За свою 40-летнюю историю существования Московский район качественно преобразился. И из когда-то заводского, а именно так его называли в разговоре, превратился в комплексный и многофункциональный. Здесь динамично развиваются и экономическая, и социальная составляющая жизни человека. Район может похвастаться наличием серьезной спортивной базы, высшего учебного заведения Брестского государственного технического университета. За всем этим богатством стоят люди – главное достояние района. Казалось бы, 40 лет вроде бы как и немного по сравнению с тысячелетней историей нашего любимого города. Но за 40 лет район и город полностью преобразились. За эти 40 лет количество жителей района увеличилось с 91 тысячи до 238. И именно эти жители, эти 238 тысяч – это основная гордость, главная гордость и ценность нашего района. В праздничный день во Дворце культуры профсоюзов собралось большое количество гостей. Все те, кто причастен к судьбе района, к его становлению и развитию сегодня. В адрес именинников звучало большое количество поздравлений и пожеланий от первых лиц области и города. Случилось так, что объективно город развивается в направлении от границы, поэтому Московский район теперь представляет один из самых крупных районов вообще Республики Беларусь с населением давно уже за 200 тысяч. Поэтому на самом деле большой район, район, который составляет собой развитие города, динамику его. Потому что все новые объекты тысячелетия, практически социальные объекты в Московском районе. Уверен, что у района хорошие перспективы. И существующий генеральный план тоже говорит о том, что развитие города будет продолжаться в этом же направлении. Всех с праздником, всем удачи! Как известно, из капель собирается море. А успех района всегда зависит от того, насколько трепетно и тепло к нему относится каждый его житель. Насколько бережет он свое дело, свое ремесло. Этим брестские москвичи отличались всегда. Лучшие из лучших были удостойны благодарности и наград от руководства города и области. Мы очень рады сегодня поздравить наш родной Московский район с 40-летием. Конечно же, очень счастливы, что именно наш единственный роддом имеет возможность принимать деток с Московского района, с Ленинского. Ну, конечно же, большей степени Московского, так как по количеству численности населения Московского района превышает Ленинский. И, естественно, мы хотели бы пожелать от лица коллектива, чтобы наш район развивался, становился краше, как говорили сегодня дети в фильме, становился цветной, зеленый. Я очень рад судьбе, что меня судьба добыла в этот город, потому что рассматривали другие города бывшего Советского Союза. Я привык к этому городу, очень рад, что тоже вносим, предприятие Компа вносит определенный вклад в развитие района, так. Потому что продукция Компа представляется на всех континентах бывших, во всем мире, так. Поэтому город у меня, на самом деле, нравится своим уютом. Он в последнее время, в тысячелетний юбилейной дате преображается в лучшую сторону. Поэтому мы стараемся, со своей стороны, делать все возможное, чтобы увеличить объемы, придется повышать заработную плату и платить больше налоги в развитии нашего любимого города и нашего района. Продолжились праздничные мероприятия на базе торгового центра «Экватор». Здесь собралось большое количество жителей района. Радостные, счастливые. Они с удовольствием участвовали в конкурсной программе, слушали музыкальные композиции в исполнении ведущих коллективов и исполнителей города, области. И не уставали говорить, московский район лучший. Привыкла здесь. Хорошо, все близко, доступно. Тихо, во всяком случае. Мне нравится здесь. Прекрасный район. Очень мне нравится. Особенно данный торговый центр, который недавно построили. Просто прекрасно, честно скажу. Живем в московском районе с самого рождения. Поменялся. Микрорайон расстроился. Добавились новые районы. Это Ковалевка. Заречный район добавился. Ну и Восток дальше расширился к областной больнице. Ничто так не объединяет людей, как хорошее событие. Особенно, если свою причастность к нему может ощутить практически каждый. Эту мысль подтвердил большой праздник московского района. Юбилей должен стать точкой отсчета для новых проектов и открытий. Сердечные поздравления в адрес сердечных врачей. 35 лет исполнилась кардиологическая служба Брестского края. Ежегодно брестские специалисты проводят порядка 300 операций на сердце. А значит, растет число спасенных жизней. Увеличивается также раннее выявление заболеваний. Все это возможно, несомненно, благодаря техническим прогрессам. Но было бы нереальным без людей в белых халатах. Тех, кто денно, а бывает и ночно, следит за тем, чтобы наши сердца бились ровно и спокойно. За три с половиной десятилетия кардиология сделала серьезный рывок. Сложно поверить, но 35 лет назад кардиологическая служба Брестской области была представлена лишь двумя кабинетами. Сегодня это огромный механизм. В Брестском областном кардиологическом диспансере внедрены новые методы для диагностики и лечения пациентов. А вскоре, по прогнозам, через три года помощь станет еще доступнее. Речь о появлении на карте Бреста нового кардиоцентра. Мы остались в единственной области, которая такового не имеет. Но, с другой стороны, это позволило нам направить все усилия на развитие межрайонных центров и обеспечить доступность этих технологий в регионах. А уже как хороший капитан последним, да, поэтому мы точно так же мечтаем о том, что у нас будет свой центр, и это будет окончательной точкой логистики, выстроенной в Брестской области, оказание помощи пациентам с болезнью системы кровообращения. 35 лет движения вверх. Кардиологическая служба в основном представлена Брестским областным кардиодиспансером. Однако на страже здоровья жизненно важного органа стоят не только кардиологи. Задействованы специалисты всех этапов оказания помощи. Реаниматологи, реабилитологи, врачи скорой помощи. Я очень часто повторяю, что как не развивая высокие технологии, а все-таки многое в снижении смертности, в увеличении качества здоровья населения играет первичное медицинское звено. И вот насколько специалисты будут работать с врачами участковыми, амбулаторного звена, врачами общей практики, будет и результат. Но любой результат невозможен без прогресса в науке. Медики уделяют большое внимание научной работе, а потому в праздничную дату в Брестском областном полкоме состоялась приуроченная к юбилею выездная республиканская научно-практическая конференция на тему «Внезапная сердечная смерть. Возможности и пути предотвращения». В ее рамках прошли также мастер-классы и семинар. 2018 год богат на знаковые юбилеи в числе важных дат 75-летия с начала событий, происходивших на Курской дуге. Историки сегодня включают их в пятерку переломных сражений Великой Отечественной войны вместе с битвой за Москву, за Капказ, за Сталинград и Орденской операцией. Узнать подробнее о событиях Курской дуги сегодня можно и в Бресте. На базе Российского центра науки и культуры открылась уникальная выставка, повествующая о героях в военных действиях и интересных подробностях. В числе первых посетила вернисаж наш корреспондент Анастасия Анас-Дрин-Плотницкая. Выставку, посвященную событиям Курской дуги в российском центре, начали небольшим парадом от Оркестра военной комендатуры. Здесь звучали как современные композиции, так и легендарные мотивы песен советских лет. Почетные гости праздника – ветераны. Среди них сегодня есть и те, кто принимал участие в боевых действиях на Курской дуге. Их воспоминания, их живые рассказы о военном времени – то, чем дорожат поколения благодарных потомков. Мы считаем, что такие мероприятия необходимы и для детей, и для взрослых, и для того, чтобы наша память берегла эти события, потому что это наша история, это история наших дедов и прадедов. Отдельный блок памятных мероприятий – выставка, подготовленная на основе уникальных материалов Московского музея Великой Отечественной войны и фондов Российского центра науки и культуры в Бресте. Многие экспонаты, фото, документы представлены здесь впервые. Каждый из них – это отдельный фрагмент истории, начало которой – 1943 год. Война переходит на новую фазу – стратегическая инициатива в руках советской армии. Я принимал непосредственно участие на Орловском направлении. Наша дивизия стояла сначала, и армия у себя стояла на реке Зуша. Потом нас в последних числах июня перевели под Орел. И наш Брайанский фронт, третья армия наша, наступала непосредственно на Орлов. Сначала оборонялись, а потом наступали. Курская дуга, Сталинград – это именно в ходе Великой Отечественной войны какие-то переломные такие моменты. После этого как-то, ну, еще больше, что ли, креплая вера в то, что там фашизм будет разбить, так сказать. И другие народы поняли, что можно сопротивляться и нужно сопротивляться, потому что пол Европы была захвачена практически. Открыть для себя мир судеб и уникальных фактов истории может любой желающий. Выставка открыта для просмотра до 25 июля. Прямо сейчас о погоде. На ближайшие дни я, Виктория Соченко, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 27-28 мая Беларусь будет находиться под влиянием скандинавского антициклона, сформированного в умеренно теплой воздушной массе. 27 мая в Бресте будет наблюдаться небольшая облачность без осадков. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 13-15, со знаком «плюс», максимальная днем 25 градусов. 28 мая переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер восточный, слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью 13-15, максимальная днем 23-25 градусов. Субтитры подогнал «Симон»